Я хотел бы рассказать о методе доработки вот таких вот Г-образных струбцин Просто хотел поделиться такой вещью, как ускорение процесса зажима струбцинками До сих пор не понимаю, почему производители не делают здесь шестигранные втулочки, скажем так Я их просто навариваю таким вот образом В итоге, что мы получаем... То есть во время, когда нам надо быстро зажать, мы все это делаем шуруповертом То есть зажим достаточно большой Эти палочки я удаляю, так как они, сами видите, слабые Я ими не пользуюсь, я пользуюсь, дожимаю просто обычным круглым напильником То есть если потребуется Также отпускать очень быстро Вообще, если нужна скорость при работе, если работаете быстро с сохнущими клеями То это очень классная тема Давайте посмотрим Примерную силу зажима обеспечит ли Конечно, все это будет зависеть от шуруповерта Наносим клей Ставим Берем струбцин и шуруповерт Если шуруповерт хороший, то силу зажима, в принципе, можно уже не дожимать Давайте посмотрим Как видим, клей у нас здесь вышел Вот, клей у нас здесь вышел Соответственно, силы зажима достаточно Ну и при разборке тоже, если много-много струбцин стоит То, в принципе, очень удобно Для чего это сделано? Потому что при изготовлении музыкальных инструментов, таких как бубен При сжатии обечайки, нужна очень быстрая скорость Чтобы распаренная обечайка не быстро прижалась Ну, собственно, вот я сделал все эти Г-образные струбцинки Самое главное, стараться приварить по центру, иначе будет биение Ну, не принципиально То есть, достаточно быстро И еще хотел показать такую вот доработку Наверняка у всех валяются вот такие струбцины Они обычно у них отваливаются в переднюю часть Обычно отваливается вот эта штука На таких струбцинах Ее очень удобно делать из капролона Капролон сам и зажимается при закручивании И, собственно, больше никуда не девается Вот, можно делать такие капролоновые стулочки Если у вас нет капролона Или вы не можете его найти То можно делать из фанеры Как делать вот такие кругляки Если у вас нет токарного станка То это можно делать вот такой алмазной штукой Разных диаметров, какой вам нужен Либо покупаете с зубьями И прослевываете отверстия, закручиваете Вот, в принципе, можно делать фанерное То есть, это вот сделано фанерное Сделано вот по такую струбцинку Тут струбцинка тоже доработанная Но она совсем уже плохая Собственно, вот и все, что я хотел рассказать Всем счастливо До встречи Субтитры сделал DimaTorzok